Применение Ирана и Саудовской Аравии примирения демонстрирует положительное влияние Пекина. Об этом нам в интервью заявил иранский ученый Мохаммед Маранди в контексте налаживания отношений двух стран Ближнего Востока, которое произошло не без вмешательства китайской дипломатии. По словам Маранди, реакция Вашингтона на восстановление связей Тегерана и Риада говорит о том, что американцы на самом деле не хотят мира и стабильности. Напротив, вмешательство США было причиной многих войн в регионе. Мы слышим, что говорят многие высокопоставленные представители аналитических центров и политики в США. Они очень недовольны, так же, как и в Теревеве. Проблема в том, что Вашингтон вместо того, чтобы играть конструктивную роль и заводить настоящих друзей в регионе, буквально с самого начала своего присутствия в этой части мира, еще с 80-х годов прошлого века, пошел по пути разрушения. США поддерживали Саддама Хусайна и его воторжение в Иран. США и их союзники передали Саддаму химическое оружие. Затем они также поддержали экстремистов во Французске и их грязную войну позже. При 11 сентября и потом США вторглезли и разрушили Ирак. И, конечно, грязная война в Сирии, в Йемене и Ливии. Этот список можно продолжать. Вашингтон поверх хаоса огромные территории Западной Азии, постоянно настраивая одну страну против другой или одну часть общества против другой. Легион должен принадлежать его жителям, а США не имеют здесь права на превосходство. На самом деле, если бы они перемеслили свою роль в мире и относились к другим странам с уважением, как равным, то Соединенные Штаты извлекли бы гораздо больше пользы от своего присутствия в регионе. Вместо этого Вашингтон развязали войны, которые вызывают огромные проблемы в том числе для американской экономики. Я думаю, этот прорыв в дипломатии на Приджнем Востоке произошел потому, что США находятся в упадке. По мере ослабления Вашингтона у других стран появляется больше возможностей для восстановления и урушения связи по всей Азии.